Так, парк активного отдыха Мальская долина. Мы сейчас будем смотреть тропу. Она пешеходная, но если не мешать посетителям, можно ей воспользоваться. Тропа в веревочный парк Мальская долина. Вон там в самом низу виднеется вывеска и дорожка. Вот по ней, по этой дорожке именно мы сейчас и едем. Дорожка эта проходит через лес. Основная ее часть, которая уже засыпана и подготовлена, идет в стартовой площадке веревочного... Ну, стартовая пара площадки, как троллей. Отклонившись назад, Аня вспоминает, как пользоваться велосипедом. Два года не каталась вниз. Здесь будет скоро полноценный нормальный мост пешеходный, хороший, с вывеской. Вот. Но сегодня мы потихонечку по черновому мостику пробираемся. Вся эта тропина будет засыпана песчаной-глининской смесью, чтобы по ней было комфортно ходить и в мокрое время тоже. Отличный трейл, на мой взгляд, для людей, кто не привык ездить вниз, чтобы потренироваться, понять это ощущение, что такое вообще двигаться вниз на велосипеде, да, как держать тело, как использовать тормоза. В этот раз Анюта уже уверенно прошла поворот с легким сносом заднего колеса. Вот стоят ребята, которые занимаются засыпкой. Я думаю, мы им не сильно помещаем. Прямо едь, Аня? Прямо. Давай, прямо по основному склону. Вот так вот. Вот, собственно говоря, освоится понять, что к чему, куда держать дуль, как взять тело на велосипеде, как пользоваться тормозами. Этот трейл прекрасно подойдет. Не знаю, хорошо ли меня слышно, тут ветер дует. Надеюсь, что хорошо. Ну и пользование подъемником бугельным у нас сделано еще первый раз, когда проводились первые гонки. Это было, по-моему, пять лет назад. Придумали систему подвязки на шнурочек. Шнурочек крепится за вынос и одевается на бугель. Простая, дешевая система, которой достаточно удобно пользоваться. И с ней справляются достаточно хорошо даже неопытные велосипедисты. Вот. Просто встаем и просто подцепляемся. Вот сейчас Анюта, я надеюсь, это нам и продемонстрирует. Напомню, что Анюта у нас два года вниз вообще не ездила. И сегодня у нее такой дебют, можно сказать. Любителям крусканты советую также попробовать освоить спусковые дисциплины, чтобы, ну как, не дисциплину, а именно сам спуск, чтобы позже показывать лучшие результаты на техничных участках, чтобы не бояться двигаться именно вниз. В принципе, можно приезжать, кататься с подъемником. Все условия прописаны на сайте mdolina.ru. И телефончик, чтобы связаться с администратором, заказать подъемник. Тоже там есть. Еще один вариант для кросс-кантри. Для того, чтобы освоиться на велосипеде, именно движение вниз, это просто синяя трасса, горнолыжная. Здесь вы освоитесь с поворотом в склон, с торможением в склон. Возможно, что если погодка будет мокрая, да, то с искорежением в склоне. Вот. С ездой по неровностям в целом. Там вода у нас грязненькая. Родничок выходит. Даже не знаю, где его обскакать лучше, а не где прямо. Здесь у нас банановый Думхилл настоящий. Вот. Продолжаем движение по трассе вниз. Это у нас горнолыжная синяя трасса. Но для того, чтобы освоиться на велосипеде, вот, да, привыкнуть к движению вниз, к посадке тела, она отлично подходит. Вот у нас выход с трассы Дикая. Вот эта площадка. Анюта побоялась повернуть. Поехала зачем-то прямо. Хотя там тоже плохо будет. Уже грязно. Что-то где-то внизу грохочет. Наверное, наши товарищи, которые катаются. Да, это был Сергей. Ну, собственно говоря, привыкаем к тому, как надо держать себя на велосипеде, куда надо смещать тело, чтобы успешно двигаться. Клеса у нас почистятся во время подъема, сколько-то от травок. А вот, кстати, у нас замечательно выкатан выезд с... Ой-ой-ой. Видите, помешали немножко. Он тренируется уже в гонке. Вот такой вот грускатый, ребятки. Проезжайте, трениться. Сейчас едем смотреть трассу Банановая. Трасса, на которой, в общем-то, самый старый участок есть. Опа. Вот эта вот полочка с камушками, об которой реально пробиться. Неровный. На нем бывает иногда можно подкрутить. И дальше настоящий мини-дыха. В общем-то, трасса полностью проезжается накатом. Без подкручивания педалей. Ну, это когда уже речь идет не за гонку, а за именно... Опа. Покататься. Загонку, конечно же. Вот. Очень сложный поворот. Всегда скользкий. Всегда с подбухом такой. Опа. О-о-о, там раскиселило. Там сегодня много травы. Скользковато. Очень скользковато. Так что лучше не тормозить. Проделся срывать на нас. Срываем. О-о-о, там раскиселило. Это палинка. О-о-о, и мостик. О-о-о, очень весело, активно. Вот и Памальская долина. И мы едем смотреть, из чего же сделана трасса Дикая. Ну, пожалуй, самая крутанская трасса до последнего времени. Начинается с ритм секции. Я прохожу очень плавненько сегодня. Немножко скользко. И здесь я сейчас сверну на старую, дикую. Опа. Вот так вот. Вот так вот мы по старой траектории проехали через мостик. Да, носит знатно. Лесна подводят перед гонкой. Надо будет обязательно ее побрить. Очень знатно носит. Ох, зато как хорошо смотрит. Друг, у Майскида одна. Опа. И серия, и он. Но. Удар самый такой. То есть на него на скорости найти запуливает дальше всех. Вылет нас на носке. Удар, и через сколько. Все трассы составляют длиной 500-600 метров. Вот Дикая это как раз такая олдскульная трасса. С достаточно сложными, ну, с отыщенными поворотами, в частности, Эско. Всегда вызывает много вопросов. Является довольно интересным местом трассы. Дроп, который я прыгал с правой стороны. Ой, пардон, с левой. С левой стороны от дропа есть объездка. Вот. То есть, ну, дроп прыгать не обязательно. Все, если имеется объездка. Ну, и, в общем-то, ехал я сегодня достаточно медленно. Чтобы сеть все рассмотреть. Или хотя бы как-то откомментировать. Вот, в общем-то, сверху у нас выезд банановый получается. А вот по этой дороге, которая зимой является горнолыжным склоном синим, где установлены три деревянные фигуры заподряд, это у нас дикое выезжает из леса. И новую трассу, которую мы планируем построить, ну, частично она уже построена. Видеообзор сейчас сделаю. А вот выходить она будет из леса, вот возле клёна, того ярко видно пятно, вывод в лесу. Там узенькая траверса. Ну, лучше один раз увидеть. Парк активного отдыха «Мольская долина». Обзор новой трассы, которая получит название «Ветерок», когда мы её доделаем. Сейчас пока она просто новая. Опа! Сначала у неё то же самое, что и у Дикой. Единственное, что Дикой в оригинале сейчас уходит налево, а мы прямо. Через чайную кочку. Оп! И через... Как это? Бесер, не помню, как я её называю. Оп! Серёжа моя кочка. Небольшая плоскость, чтобы сориентироваться. Оп! А-а-а! Здесь тормозить обязательно, потому что... Оп! Мышка на шишка. Берёзка. Белочка. А тут пипец. Вот здесь надо выкатываться. Да, самое главное, на колбасе... Ну, колбаса — это недостроенная часть трассы, просто не успели пока. Всё это вручную стройку, без техники. На колбасе надо сохранить скорость, чтобы нормально вылететь. Начал, я сделаю. Ну, а где мы с прогоночкой лежим? Традиционный тростик, через черёжку, и вот на подъём. Учитесь, учитесь ездить, каждый. На ветерок! Ну, потихонечку, то есть ты проедешь, и мы следом. Вот. Это Витя, у нас тренируется в гонке. Итак, все трассы у нас, которые ДХА и пригодны для соревнований, они начинаются с одного и того же места, а вот дальше разница идёт. Вот эта секция нежная, построена по учебнику от Лима Комака. Ну, по сути дела, кочки для памп-трека. Высота 30 сантиметров, длина 3 метра. Качается на маленькой скорости. Господи, как они приятно качаются. Я ни разу медную здесь не ездил. Ребята, кто кантрищики, приезжайте, пробуйте, вообще круто. Ну, дальше здесь можно на тормозах, можно нет, кто как научен. Ну, на тормозах, кто вот привыкает к кросс-кантри, и едем прямо, Аня, через вылет. То есть сейчас направо. Здесь у нас разбилочка, левая это дикая, правая это новая трасса ветерок, как раз она и планировалась. Несмотря на это, мы... Заезжай, заезжай наверх сюда. Вот, то есть вот здесь. Можно, на самом деле, вот здесь заехать, где ты, а можно там проехать, мимо ленты. Ну, лучше заезжать тут. Аня у нас, можно сказать, кантрищик, который... Ну, в общем, она не каталась два года. У нас тут летело сзади. Ой-ой-ой. Поехали. Ну, в смысле, поехали. Да, прямо. Прямо-прямо, да. Да, мы продолжаем движение. Это у нас... Блин, как же ее называлось? Как же мы ее назвали-то, эту кочку? Забыл. Забыл название кочки, но бог с ним. Здесь сережки у нас такой дертывый, чистый вылет. Ее можно справа объехать. Езжай, 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 езжай. Не боись. Вот. Ну, аня-то у нас всего боится. Это круцкантри. И... В общем, здесь у нас чисто плоскость. Просто плоскость для того, чтобы сбить скорость, восстановиться, сообразить, посмотреть налево, что нам будет, что нам предстоит прыгать. И проехать вот этот контур-уклон. С контур-уклона мы на объездочку уходим вправо. Здесь я, собственно говоря, и подожду. И, возможно, ну, вот это последняя фигура, которая у нас действительно сейчас еще вызывает вопросы, потому что ее очень тяжело долететь. Ну, как, долететь-то ее легко, но для этого надо идеально разогнаться оттуда, где стоит Анюта. Прям идеально разогнаться. чуть-чуть вкрутить внесение, пульнуть, и только тогда она долетается. Разрыв, я не знаю, мы здесь не замеряли, мы просто несколько раз переделывали ее, была мокрая область, там насосована куча труб, даже не для того, чтобы был дренаж, а только для того, чтобы земля вентилировалась. То есть там реально пористая такая конструкция сделана, чтобы хоть чуть-чуть подсохла, потому что там снизу выходит ручей или вот что-то такое, в общем, там очень мокро. Много раз переделывали, из-за этого у нас как видно, бревна заканчиваются на полметра ниже, чем кромка вылета, и, соответственно, кромка уехала на полметра дальше. Из-за этого вот эти полметра чуть-чуть, их чуть-чуть тяжело долететь. Ну, видно, в принципе, катание, касание покрышками, да, при катании, оно, в общем, ребята долетают. У меня тоже получилось долететь, Иртек тоже долетает. Аня, пропусти! Кроссхантри. Сергею все испортили, крайний спуск. Можно подняться наверх, и снова скатить. Заодно и разгонишься получше. Аня тоже смогла сползти. Ура! Сережа, прости нас. Сюда, сюда, Аню. Накатиком заезжай, все эти вещи накатиком. Там будет еще не раз такие вещи. Вот. Сейчас у нас будет длинный спуск, который является разгоном на каньон Гэп. Мы его едем потихоньку и проезжаем слева. Справа у нас вылет, а слева просто съезжалка. Там все цельно, можно спокойно проехать. Сережу? Давай мы доедем до каньона и там пропустим. Опа! Ну, здесь, после того, как мы раскатаем трассу, здесь даваем еще одну фигурку. Ну, я думаю, это будет малюсенький дробчик такой. И, соответственно, вот этот участок станет полноценным. Вот объезд каньон Гэпа у нас идет просто через мост. Прижимаемся. Надо будет сейчас попробовать снять Сережу. Ой, да. Хоп! Поставили велосипед, запарковали. Вот Сережа у нас летит. Посмотрим, справится ли он с каньон Гэпом. Идеально справился, очень мягко приземлил. Да! Лехе понравилось. Леха – это мой сын, который сидит у меня в рюкзаке за спиной. А вот, и так. Продолжаем движение к Мышкиной шишке, перед которой я предпочитаю сбросить, потому что здесь еще перекат, над которым надо поработать. Хоп! И дальше идет просто ровная траверса. Еще один вылет называется Березка. Давай, 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 смелей, смелей! Его можно так же объехать вот здесь, где мой колесо сейчас проходит. То есть чуть выше взять и потом сползти на траверсу обратно. когда едешь на велике, ну, когда едешь на ходах, там, в принципе, почти долетается. Еще один вылет, который тоже не доделан еще. Ну и, в общем-то, вот этот участок, он в проекте на следующий год. Здесь еще немного камней и неровностей. он создает эффект доухила. На нем, на самом деле, очень важно сохранить скорость, чтобы Астана оставалась высокой и, ну, был хоть какой-то накат для выезда на синюю дорогу, ну, на синюю трассу горнолыжную. Иначе, если здесь не сохранить накат, как вот мы сейчас сделали, потихоньку выползли, придется крутить вверх. А так накатиком, по идее, выкатываешься. Ну, еще, конечно, сыновато, мягковато, потому что сделано это все 4 дня назад. Сейчас мы просто раскатываем участок. В дальнейшем этот участок финальный будет переделан. Возможно, что он будет сильно переделан. Ну и оттуда ой, что такое, Лех? Ты устал, сынок? Да, я тебе весело, Лех. Ты весело? Папа поехал нормально, побыстрее чуть-чуть. Тебе стало весело. Вот, погремушки гремят, мы едем, нам все понравилось. Вот. Аня, я надеюсь, тоже контрильщики приезжайте. Да, вот смотрите, Аня, да, можно. Приземлил, выкатил. Как будто шел, что-то. Себе страшно. Но приземлил ровненько, идеально, дальше покатился. То есть, пуляет нормально, мягко? Ваня, хороший. Нормальный. Гэп не хороший. Ну, над гэпом надо еще поработать, там явное замечание к нему есть. Либо, а дальше... Он ушел от проекта на полметра назад. Слышишь, мне кажется, его надо оставлять, как только прикатиться, он будет идеально долетаться. Нет, я знаю. Если сейчас сместим, потом... Нет, мы удлинить хотим. Его надо продлить на полметра, еще чуть-чуть. Мне нравится вот так, потому что, пока я не запрыгиваю, ты не можешь. Ну, как вы заметили, на трассе присутствует много тем для полетать, но у всех этих тем, ну, у Каньон Гэпа есть стол, по которому можно правильно, плавно проехать. У чайной кочки тоже стол полноценный. Долетел? Все, долетел. Ну, отлично. Слушай, я первый раз, когда прыгнул, я прыгнул сразу и баню, и вылет. Я на радостях вообще забыл про тормоза. И как? На мышке на щишке? Просто очень страшно. По Мальской долине, ребят. Парк находится в Подосборском, сайт mdolina.ru На этом сайте можно узнать условия пользования подъемником. Ну, че почем. Можно узнать про гостевые дома, где остановиться. Ну, и есть телефон, по которому нужно созвониться с администрацией парка. Да, дозвониться бывает тяжело, но созвониться нужно и договориться, чтобы вам могли включить подъемник, потому что он работает не каждый день, это все-таки не зима, а лето. И, ну, договориться насчет жилья, бани, что вы там еще захотите себе включить в программу культурную. Вот, безумно красиво здесь. Вот там, вот в этой прогалине проводов, наверное, не видать, но это 400-метровый тралей. Гордость, блин. Ну, и там внизу веревочный парк. В общем, культурную программу тут можно нормальную такую выстроить себе с посещением Изборска, то есть, ну, посмотреть именно какие-то исторические места. Веревочный парк, ну, их, в принципе, сейчас по России хватает, но, вот здесь 12 трасс всего. в общем, тут есть на что взглянуть, скажем так. Ну, и, естественно, то, ради чего я вас сюда приглашаю, это Mountain Bike Park. Ну, как видео мы посмотрели, это три трассы, три, которые предназначены для Доунхилла, ну, и вот вдоль склона идет, о, как раз летит чувак на троллее. Вдоль склона идет тропинка к этому троллею, и от этого тро... и от этого то самое видео, которое начиналось, и вот от стартовой площадки троллея можно выехать вниз. То есть, для ребят, кто не привык ездить в спуски, чтобы хотя бы поучиться, отлично подойдет вот эта тропа пешеходная и отлично подойдет дорога, которая в зимний период времени является синим склоном. Вот так вот приезжайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...